Амурские музыканты боролись за победу на первом конкурсе Юных исполнителей имени Марии Кнал в Каминской Для всех разный, для каждого свой Телеканал Город 24 отмечает свое двухлетие И остается единственным городским кабельным каналом Обо всем более подробно расскажем в ближайшие минуты В эфире программа Город Здравствуйте 12 лет за решеткой придется провести благовещенцу за наркотики 26-летнего гражданина Горсуд осудил сразу по двум статьям Приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере И незаконный их сбыт Задержались по личным молодого человека еще в январе 2019 года Во время продажи гашишного масла, которое он сам же и изготовил Наркотики изъяли, дом обыскали И нашли еще несколько разновидностей запрещенных веществ Которые подозреваемый купил уже для личного употребления Без цели сбыта Все найденное изъяли А против благовещенца возбудили дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса Суд назначил виновному 12 лет лишения свободы С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима Три боевых пистолета нашли полицейские у благовещенца Один из них 1937 года выпуска Экспертов поразил Борхард Люгер Германский самозарядный пистолет Разработанный в 1898 году Австрийцем Активно использовался во время Первой и Второй мировых войн В том, что является хозяином оружия Подозреваемый не признается Делом заинтересовалась Кристина Слепцова Отдохнуть в одной из гостиниц города 37-летнему благовещенцу помешали полицейские Им поступил сигнал У мужчины в кармане что-то похожее на пистолет Во время личного досмотра информация подтвердилась Оказалось, что это не просто оружие Пистолет системы Борхард Люгер 1937 года выпуска И два патрона к нему Найденное изъяли И отправили на баллистическую экспертизу Эту модель парабеллум Что с латинского переводится Как готовься к войне Начали выпускать в начале 20 века В Германии Тому, что пистолет дошел до Дальнего Востока Еще и в хорошем состоянии Удивился даже опытный эксперт Виктор Симоненко Рассказал, оружие боевое Правда, не с родным магазином для патронов А сделанным умельцами Переделанными оказались и два револьвера Которые нашли во время обыска В квартире задержанного Эти револьверы у нас Производились в советское время В начале 90-х Они были очень распространены Они использовались Как револьвер сигнальный Но наши умельцы Не только у нас, но и на Западе Научились переделывать данные револьверы Под боевые патроны За незаконное хранение оружия Благовечниц оказался под подпиской о невыезде Сотрудники полиции продолжают расследовать Уголовное дело Которое завели в отношении мужчины По статье 222 Уголовного кодекса России Хоть сам обладатель пистолета и револьверов Отрицает, что это оружие принадлежит ему Со слов мужчины он пояснил, что Данное оружие и боеприпасы Патроны нашел на одной из баз города Благовещенска Ну и после чего забрал себе Для личного пользования Установить происхождение всего изъятого оружия Следователям еще предстоит Кроме того, подозреваемого проверят на причастность К совершению других преступлений Но даже если мужчина действительно просто нашел оружие Наказание ему не избежать Потому как изначально он повел себя неправильно Если вы нашли на улице оружие То единственно верным решением будет Позвонить в полицию Рассказать где и при каких обстоятельствах Это случилось А после на месте дождаться приезда стража правопорядка Не лишним будет и сфотографировать находку Чтобы зафиксировать место положения Брать в руки, передвигать, а тем более разбирать оружие запрещено Если, конечно, это не экземпляр из магазина игрушек Кристина Слицова, Дмитрий Козлов Программа «Город» Полторы сотни любителей классической музыки Со всего Преамурия выступили на сцене Центральной детской школы искусств в Благовещенске Там прошел первый областной конкурс юных исполнителей имени Марии Федоровны Кнау в Каминской Кто боролся с волнением до последней ноты И на что, кроме музыки, обращали внимание жюри Сейчас расскажем Пальцы, извлекающие из инструмента Прелюдию Фредерика Шопена не дрогнут даже на мгновение Бурю эмоций Диана Болотина переживает глубоко в душе В детской школе искусств прогресса девочка учится седьмой год На конкурсах и фестивалях выступает регулярно Но каждый раз на сцену выходит как впервые Волнуются очень На областном состязании нужно достойно представить два произведения Лиричную композицию Шопена и энергичный этюд Карла Черни Сложнее всего играть было прелюдию Потому что там сложно было управлять звуком И мало времени дали поработать с роялем Поэтому сложно было приспособиться к нему Ну а так справилась со всем Жюрили юных пианистов со всей Амурской области Местные преподаватели фортепьяно Во главе с Раисой Илюхиной Завкафедрой специального фортепьяно Дальневосточного государственного института искусств Первое, на что обращают внимание эксперты Собранность и умение контролировать любую ситуацию на сцене Самое главное, что дети должны показать Это любовь к музыке Потому что дети, в отличие от взрослых Всегда очень тонко чувствуют то, что они играют Дети должны не спотыкаться и не останавливаться во время игры А вот если ребенок сделал ошибку И ее как бы не заметил, пошел мимо Прошел мимо и показал, что он хорошо играет Вот это тоже очень важно Помимо пианистов, свои таланты показали юные скрипачи и виолончелисты Оценивать их исполнительские навыки Пригласили преподавателя Санкт-Петербургской консерватории Чингиза Османова Именитый музыкант отметил В столице Преамурья впервые Местными музыкантами впечатлен Мне очень приятно быть в этой замечательной школе Где действительно искренне и по-настоящему любят музыку Любят искусство И большое внимание уделяют детям Я вижу по тому, как дети общаются, как они распрощены Что действительно для талантливых ребят Здесь очень хорошая атмосфера Первый областной конкурс имени Марии Кнау в Каминской Прошел в рамках реализации национального проекта образования В двух номинациях конкурса приняли участие свыше 150 юных амурчан Победители, кроме того, что они получат, естественно, диплом лауреата Они получат денежный сертификат Первая премия – это 2,5 тысячи Вторая премия – 2 тысячи Третья – полторы тысячи Они получат сертификаты от Центра по выявлению, поддержке и развитию Одаренных детей Амурской области ВЕГА А ученики трех городских школ 25-й гимназии, а также ребята из Свободного Демонстрировали свои успехи в 3D-моделировании На базе 27-й Благовещенской школы прошел 3D-баттл 2021 «Построй свой город» Участники конкурса должны были придумать новые арт-объекты Или заведения, которые могли бы украсить Благовещенск Одиннадцатиклассники из гимназии номер 25 решили, что в городе не хватает кафе «Красти Крабс» Как в мультфильме «Губка Боб – квадратные штаны» Ребята создали его 3D-модель в специальной программе А после отпечатали на принтере Без ошибок не обошлось У основания фигурка немного съехала Она сделана из пластика, потому что это 3D-печать А съехала, потому что времени было мало И просто не уследили за ней То есть ее поставили, забыли про нее И она как раз таки съехала Возможно, пластик закончился Это не знаю точно И она съехала Но в принципе, она даже съехавшая, очень красивая Оценивали работы конкурсантов Учителя информатики из городских школ Конкурс проводится уже второй раз И за год дети многому научились Отмечают организаторы В прошлом году ребята приносили более простые работы Сейчас усложнились максимально И больше, наверное, разных видов работ получилось Это обмен опытом Это очень важно и для нас, учителей, и для детей Потому что все работают в разных программах По-разному все работают Очень много знают Это интересно В микрорайоне Благовещенска Появится новое общественно-культурное пространство Место притяжения не только молодежи Но и горожан всех возрастов Создадут на средства народного бюджета По адресу Игнатьевское шоссе 10, дробь 4 Планируется общественно-культурное пространство Что в себя включает Сквер Спортивную зону Куда будут ходить Зона воркаут Универсальная площадка Для возможности занятием футболом Волейболом А также памп-трек Об установке памп-трека Оборудование для любителей экстремального катания На самокатах, скейтбордах и велосипедах Жители 18 округа попросили в прошлом году Выбрать место и обсудить проект С жителями выезжал мэр Олег Имамеев И депутат округа Арсен Чехтисов Для микрорайона это будет не только Еще одна спортплощадка Но и дополнительное место отдыха Напомним, программа «Народный бюджет» Начала действовать в прошлом году Деньги выделила область А предложения по их освоению Выдвигали сами горожане В рамках проекта в прошлом году Создали волейбольную площадку На набережной Амура И заложили сквер имени Кузнецова Напротив Двоку Продолжатся работы в 2021 Телеканал «Город-24» Отмечает двухлетие Своё вещание он начал 1 марта 2019 И уже через полтора года Канал стал доступен во всех кабельных системах вещания Которые есть в регионе Общее число абонентов превышает 100 тысяч Кроме программ собственного производства на канале Очень интересный и разнообразный контент О нем и команде Следующий сюжет Если ты не родишь мне внука Ежедневно и круглосуточно Канал «Город-24» вещает не только в Благовещенске Но и на территории всей области Здесь можно увидеть всё От документальных и познавательных фильмов К примеру, о том, какие привычки Объединяют людей и животных До настоящих шедевров Весь контент, который видят телезрители Первый отсматривает ответственный редактор Евгения Солодкая Именно она решает, когда выйдут мультфильмы А во сколько начнётся женский сериал При этом гордится уникальностью и разнообразием контента В том году, на 9 мая Мы показывали парад Победы От 1945 года Нам предоставили его наши поставщики И мы его показали Какой был самый первый парад Победы Мы в эфире запустили сериалы-ситкомы Такие, как у нас сейчас идёт «Улётный экипаж» По выходным у нас идёт «Последний зимоги океан» И также у нас планируется после 8 марта Сериал «Психологини» Кроме покупного контента «Город-24» делает и собственные программы Центральное место занимают новости С ними благовещенцы знакомы с 1996 года, когда информационная программа выходила на ТВЦ и СТС А теперь мы единственный городской кабельный телеканал За его бесперебойным вещанием следит главный выпускающий редактор Давид Кахридзе Смотрят канал столько тысяч человек И работа очень ответственная Приходится временами И допоздна Временами ночью приходится что-то И на следующий день приходится корректировать эфир На Новый год Ну это просто было Как бы у нас было две заготовки нашего логотипа Новогоднего «Город-24» Ну вот ровно с курантами Прямо логотип поменялся В планах у руководства добавить в эфир телеканалов больше программ собственного производства И в том, что это случится, сомнений нет Я горжусь и очень доволен работой нашей команды И достаточно небольшой коллектив порой делает невозможные вещи Производство полноценного канала с довольно разнообразными программами Это огромная работа И за два года мы уже успели понять, что делаем все правильно И идем в нужном направлении Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов Программа «Город» В Благовещенск из Италии привезли часть мощей мученицы Людмилы Святыня пробудет в городском кафедральном соборе до 7 марта Сообщают в Благовещенской епархии С доставкой мощей благоверной Людмилы, княгине Чешской в Амурскую столицу Помог архиерей из Санкт-Петербурга В областном центре уже совершили молебен Напомним, мученица Людмила покровительствует семьям, бабушкам и матерям Помолиться у ее мощей приглашают всех желающих амурчан В особенности девушек, названных в честь святой Эта новость завершает выпуск Я с вами прощаюсь и напоминаю Звоните в редакцию, присылайте на наш ватсап свои истории, фото, видео Самые интересные станут новостями в программе «Город» Заходите в наш инстаграм Всего доброго, до встречи в эфире В среду 3 марта в Благовещенске утром Минус 15, сильный южный ветер, пасмурно Днем значительная облачность, потеплеет на 10 градусов Южный ветер стихнет до 3 метров в секунду Вечером он незначительно наберет силу Минус 8, облачно с прояснениями Ночью из-за плотных облаков не будет видно звезд Столбики термометров замрут у отметки минус 9 Южный ветер в порывах до 7 метров в секунду Атмосферное давление не преподнесет сюрпризов Будет держаться в норме Преимущественно 747 миллиметров ртутного столба Берегите себя и своих близких Почему прогнозы погоды бывают неточными И при каких условиях многодетная мама Может выйти на пенсию раньше срока На эти и другие вопросы ответит телесправочник В студии Алена Лепкалова здравствуйте Первым в редакцию обратился Евгений Осипов Благовещенец спрашивает Нужно ли продолжать подавать показания Счетчика горячей воды в расчетно-кассовый центр Ведь теперь выставлять квитанции Будет единая теплоснабжающая организация Показания приборов в учетах горячей воды Необходимо передавать и в наш адрес Потому что от этого зависит услуга водоотведения И в том числе холодное водоснабжение в горячей воде Также необходимо передавать показания в ПАУДЭК Потому что они теперь будут выставлять эту квитанцию Моему ребенку 8 месяцев я не работаю Состою на учете в центре занятости населения Получаю пособие по безработице Могу ли я обратиться в органы социальной защиты Для назначения ежемесячного пособия По уходу за ребенком до полутора лет Интересуется Ульяна Миронова Согласно нормам федерального законодательства Гражданин может получать либо пособие по безработице Либо пособие по уходу за ребенком Поэтому здесь гражданин выбирает сам Либо она продолжит получать пособие по безработице Либо в случае отказа от него Будет получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет Следующий вопрос поступил от Валентины Поповой Благовещенко многодетная мать Вместе с мужем воспитывает шестерых детей Женщина спрашивает При каких условиях она может выйти на пенсию Досрочно Это женщина, родившая 5 и более детей При этом соблюдаются обязательные условия Пятеро детей, в отношении которых Она хочет воспользоваться правом На досрочное назначение пенсии Должны быть выращены в семье Этой мамы То есть до 8 лет она должна их воспитать И не должна быть лишена В отношении никакого из этих детей И родительских прав Кроме того, у женщины должно быть не менее 15 лет страхового стажа И величина индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 лет Живу в микрорайоне обратил внимание Что в парке Дружба экскаваторы вывозят лед с озера В чем дело, недоумевает Дмитрий Лопаткин У нас разрушается берег в парке Дружбы Мы об этом неоднократно говорили И вот благодаря областной программе Областным деньгам В этом году у нас есть возможность Отремонтировать озера И сделать береговое укрепление Приступили уже к работам В зимний период времени Потому что сейчас удобнее это все сделать Береговое укрепление будет габионами Последний вопрос мы получили от Людмилы Петровой Благовещенко верит прогнозам погоды в интернете Но иногда случается так, что прогнозы реальной погоды не совпадают Почему так расстраивается девушка? Основная причина неточности прогнозов погоды Это ошибки в прогностических моделях Это фактические параметры температуры, влажности воздуха Направление ветра на высотах, давление В общем, очень-очень много всего То, что наши метеостанции находятся очень далеко друг от друга Это уже одна из причин Неточности данных Потому что приходится интерполировать какие-то показания И вот здесь происходят небольшие сбои Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин